Я хочу это дать рифмую и иронизирую, но сегодня мне хочется серьезно говорить, потому что Геннадий Сидорович очень серьезный художник. Нет, ну как серьезный, ну просто вот есть такие люди, которые в искусстве очень серьезные. И для меня, вот даже это символично, что выставка в этом доме, в этом музее происходит. Потому что для меня сначала было Мосин-Мурсиловский, это как Ильф и Петров, вот такие пары, Сака и Мурсиловский. Потому что для меня вообще изобразительная практика Свердловска началась с картины 18-й год, потому что вот тогда и Комсомольская правда, и местная среда здесь. И мы вот здесь, они здесь оказались рядом, и мы видим, какие они разные. Но эта разность нашла возможность соединиться, рифмоваться. И вот, конечно же, Алексей Геннадьевич правильно говорил, что потенциал-то был больших картинок, масштабных. А поскольку это все не реализовалось, не осуществилось, то приходилось довольствовать тем, что было. И вот не случайно они совместились не только Мосин и Брусиловский, но Мосин и Божок, понимаете? Вот как для меня Божок самое выразительное воплощение нашего края в слове, так для меня вот Мосин, это самое выразительное воплощение нашего края в изобразительном искусстве. Есть замечательные художники у нас другие, и Воллович, и Брусиловский, и здесь даже присутствуют замечательные художники. Но, сейчас скажу, нам повезло, что и Воллович, и Брусиловский оказались у нас здесь. Но они точно так же бы осуществились, я думаю, живее они в других местах. Восемь – это наше все. Знаете как? Вот. И если вы хотите лучше всего узнать Урау, это читайте Божова и смотрите в Мусину. Спасибо. Жень, ну а если нет у кого-то еще слов, то я думаю, надо завершить официальную часть. Да. Я хочу сказать, что мы, конечно, все на цифрах завязаны. Я открыла Википедию, но, конечно, нам помнишь же нам всегда. И я увидела, что первое участие в выставке в Ленинграде было у художника Осина в 1954 году. Ну, то есть 70 лет назад. Первое участие в его работе в выставке в городе Ленинграде. Так что я думаю, что сегодняшнее мероприятие, оно достаточно знаковое, и поэтому тоже важно. А подарить музею я хочу работу, которую вы коллажите, которая сделана всем известным художником Сергеем Пикасом. Вот она, вот она на полу стоит, с портретом Осина и с разными, разными, да, вычерками, которые можно поднять, можно показать. Занесите в студию, пожалуйста. Принесите. Не, 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 не. Вот этот вот коллажик, вот этот коллажик. Ну, нет, сюда принесите, покажем прямом эфире. Прямом эфире, покажем прямом эфире. С портретом Осина и с ощущениями, которые были вызваны его работами, у художника Сережи Григорьева. Вот такая вот замечательная действие. Подборочка эмоций и с портретом, соответственно, художника. Который, кстати, очень похож на тот коллажик. Похож, да. Похож. Так что, большое спасибо Евгению Вадимовичу и график его движений, последующих, будет нам очень любопытен. Мы всегда будем посещать этот музей и считаем, что такой музей будет необходим. И нам всем. И нам всем. Информация об этом сегодняшнем событии будет только в интернете. Ну, нет, была съемочная группа. Да? Обл.ТВ. Четвертый канал. В одном лице. Нет, ну еще саморад поместит это все. Ну, розвину не покажут. Увы, вот при сарате дожили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.